Сразу шесть бойцов в одной воронке обнаружили сахалинские поисковики неподалеку от мемориала погибшим воинам на горе Северной. Активистам стало ясно, что это санитарное, то есть временное захоронение. Сигнал на металлоискатель подала каска. Сначала думали, что боец один, но когда стали раскапывать, обнаружили еще пятерых. У бойца в каске при себе оказался мундштук от музыкального инструмента. Есть надежда, что удастся опознать героя. Это либо горн, либо труба. И по спискам безвратных потерь в управлении 101-й стрелковой дивизии числится Тюменцев Василий. Музыкант, воспитанник, красноармеец, 28-го года рождения, то есть ему 17 лет было в 45-м году. И вот он числится пропавшим без вести. Сейчас мы начали поиск родственников Тюменцев Василий, он сам с Камчатки. Четверо лежали на спине, двое сверху, лицом вниз. После боя погибших сбросили в воронку и присыпали землей. Со временем яма сравнялась с основной поверхностью так, что не было и намека на захоронение. В прошлых экспедициях в этом месте поисковики ходили десятки раз, но только в этом году земля отдала наших солдат. Один боец был в сапогах, остальные в ленд-лизовских американских ботинках. У одного из солдат при себе оказался перочинный нож с нацарапанной надписью «На память Вани». У двоих воинов в районе карманов Галифы обнаружены несколько монет и остатки кошелька. Судя по запасному стволу и комплекту для чистки Максима, среди погибших был пулеметный расчет. Впервые за годы экспедиции на Шумшу стояла хорошая погода, поэтому работать было комфортно. Обычно на самом северном острове Курильской гряды пасмурно и накрапывает дождь. Все высохло, для нашего УАЗика было комфортно, вообще идеально ездили. Ну так все, прекрасно все было. Раз дождик был, как я сказал, часа два-три все. Ну и уже когда переправились с Шумшу в Северокурильске, вот дочь Ливану конкретной. За семь лет поисковых экспедиций на острове найдены останки 122 погибших солдат и офицеров Красной Армии. Имена девяти из них удалось установить. Обнаруженные бойцы обретут покой на воинском мемориале в Северокурильске. Евгений Коньков Владислав Зайцев телекомпания ОТВ